Территория России такая огромная, там живет такое количество людей, что многим, я просто сужу по соцсетям, дико нравится все, как там происходит. Потому что нету сравнения. Огромная массивная пропаганда по телевидению, где говорят, что, как я вам сказал, клопы и крысы, просто постоянно. И огромный процент россиян безумно счастливы всем тем, что они едят, сколько они зарабатывают, как они живут. Им кажется, что это высший предел мечтаний. Я читаю в интернете, мне пишут, это самая лучшая в мире страна. Где все самое лучшее. Потому что в детстве я другой такой страны не знаю. Да, не знаю, где так вольно. Что там самый лучший климат, самые лучшие продукты, самые красивые женщины, естественно, как еще в Венесуэле-то нет. Что там самые лучшие спортсмены, самые лучшие писатели, самые лучшие войны, самые лучшие политики и вообще все самое лучшее. И больше всего ядерных боеголовок. Абсолютно. И поверьте, изменить ни вы, ни я, никто это не может. Это ментальность. Эту ментальность надо только принять. Как данность. Другое дело, вы хотите ли быть частью этого мира, этой ментальности? Это уже ваше. Или вы можете каким-то образом абстрагироваться и сказать, знаете, ну, живите как бы в своем прекрасном райском саду, а мы будем жить в каком-то своем, может быть, маленьком островке. И я желаю и тем, и тем счастья, потому что я миролюбимый человек. Меня же ругают только заодно. За то, что я сказал, что я за мир и против войны. Это по Орлову сейчас. И я еще хочу повторить, я за мир, я против войны. И за это меня всегда ругают. И скажут, Васильев не должен говорить. Чего он? Приходит на подкаст, я должен сказать, что он за войну. От вас просили этого? Да. А как это было? И в устной форме, и в письменной. Что вам, трудно поддержать? Что вам стоит вообще? Это же ничего не стоит. А что обещали? А деньги всегда. То есть все просто? Деньги обещают, причем небольшие же, хочу вам сказать. Первое. А второе, и что вот, и поэтому вы будете ваши костюмы выставлять у нас. А я в России выставлялся во всех городах. И удовлетворен как коллекционер. Я большой коллекционер, у меня огромный коллекционер. Но я очень доволен тем, что у меня в Риге выставка, и в Таллине, и в Праге. Я очень счастлив, что у меня выставки проходят в Женеве, и в Стамбуле, и в Японии, и в Австралии. Меня это тоже устраивает. Но вас не стали включать в черный список? Нет, я в черном списке есть. Только его никто не публикует. Поэтому проверить аутентичность этой информации я не могу. Мне сообщают, что мне нельзя на телевидение, и что мне нельзя на публичные выступления. Но я этого списка не видел. Я знаю, кто его составил. Бывший сотрудник Первого канала причем. Это высокопоставленный? Да, высокопоставленный. Но не Константин? Нет, нет, он не такой. И также это все делает управление по делам президента. Они составляют списки. Но эти списки как бы то-то-то вычеркивают кого-то. Потому что если приходит кто-то покаялся, его вычеркивают. Вам предложили? Предлагали? Нет. Мне сказали, что покаяться очень просто. Я даже знаю все. Надо обязательно съездить на Донбасс и выступить с концертом. Но я концерты просто не даю. С лекцией для военнослужащих. И все? И все. Но ведь у людей есть совесть. А еще есть вера. А еще есть свои личные задачи. Вообще у каждого человека есть свои ценности. Поэтому я против того, чтобы нам навязывали какие-то. Но рецепт очень прост. Как вот делают некоторые певицы. Например, Ани Лорак. Она же была изгой. Но она написала письмо, покаялась. Или американка Успенская. Она написала письмо. И села в кабриолет. И села опять в кабриолет. Поэтому что? Мы же не будем их ругать. Это выбор личной свободы, финансовой свободы, творческой свободы. Ну, и для кого-то свободы передвижения. Добрый день, друзья. Ну, что я могу сказать Александру Александровичу, с которым я очно не знаком. Ну, которому не испытываю неприязни никакой. Только сочувствия. Да, я считаю, что Россия самая лучшая страна. И я как раз могу сравнивать. Вот, Александр Александрович, я могу сравнивать. Потому что и во Франции достаточно время провел. И много-много лет за океаном. Вот могу я сравнивать. Нет, я не считаю, что у нас самый лучший климат. Я всегда вспоминаю Сергея Леонидовича Доренко с его политической эмиграцией. Сам всегда стараюсь вот в это время года эмигрировать на месяц на другой. В теплые края. Не люблю темень и свинцовое небо. Я не считаю, что у нас самый лучший климат. Я не считаю, что у нас самые лучшие машины. Я не считаю, что у нас самое лучшее кино. Вообще, вот сейчас, когда сказал про кино, оставлю один КВНовский номер в конце. Ну, немножко в тему. К чему это? Про женщин отдельный разговор. Я считаю, что наши женщины очень красивые. Хотя, может быть, украинки, эфиопки, кубинки, полячки. Лучше не знаю, кто там вот эту статистику проводил. Меня все устраивает. Но, значит, при всех вот моих, скажем так, претензиях к автопрому отечественному и к климатическим раскладу, наша страна самая лучшая. Ну, правда, для меня она остается самой лучшей. Единственный облом, который действительно для нас является жесточайшим обломом, это отсутствие отпуска. Россия в этом плане должна, ну, наверное, завоевать какую-нибудь маленькую страну с большим побережьем. У нас не хватает, у нас не хватает теплого моря. Это объективный факт. Поэтому те, кто плюются и говорят, что нельзя ездить за границу отдыхать, а куда ездить отдыхать? У нас Черноморское побережье и Крым вот такие малюсенькие по сравнению с огромной Россией. Они не могут вместить в себя всех людей. Поэтому люди вынуждены ездить. Есть социальная рок-опера. Объявляйте. Социальная рок-опера. Дороги в стране, Как машины в стране, Как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино. Так, стоп! Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет. Путина нет. Я же говорил, он не существует. Так хватит. Хватит. Отставить Путина. Отставить Путина. Так, все, заканчиваем этот балаган. Дорогие друзья, Что мы хотели сказать своим домашним заданиям? Мы против экспансии НАТО на восток. Может быть, не очень явно получилось, Но мы именно это хотели сказать. Путина! Путина! Субтитры подогнал «Симон»